Всем привет! Вы на канале Алена. Сегодня мое видео будет посвящено пустым баночкам, коробочкам, флакончикам. Короче говоря, всему пустому за два месяца того изоляции, как мы живем. И чем интересно, это то, что мы израсходовали непосредственно на даче. Естественно, тут идет расход совсем другой. Может быть, кому-то будет это интересно. За два месяца у нас ушло 3 килограмма стирального порошка. Вот ушла вот такая ласка. Я понимаю, почему не так много, потому что буквально мы приезжали сюда до этого февраля. И мы перестирали здесь все, перемыли в плане того, что заняться было нечего. На 8 марта мы сюда приезжали. Поэтому, наверное, у нас не так много ушло вот именно стирального. Ушло 3 литра. Не килограмма, а литра. Здесь мы пользуемся, как правило, лаской. Одна для черного, другая уход и свежесть. Для туалета компании Фаберлик. Но я уже много о нем рассказывала, когда заказываю товар. В общем-то, я так понимаю, что это всем нравится, не только мне. Я смотрю регулярно пустые баночки, потому что мне интересно узнать мнение после того, как закончился, в общем-то, средство, да, или там что-то из косметики. Из-за чего? Из-за того, что ты понимаешь, человек уже пользовался месяцем. И он знает, ага, это хорошо или ага, это плохо. Мы мыли много здесь пол, естественно, потому что приехали мы сюда из-за коронавируса. Естественно, ушло много для мытья. Комет мы использовали не для очистки, а именно для мытья полов, для дезинфекции и так далее и тому подобное. Могу сказать, единственное, что хоть и говорят, хлорка там спасает, это, к сожалению, не помогло. Еще что мы использовали, вот такой вот гель. Он мне очень нравится, он стоит недорого, 55 рублей. Покупаем мы его обычно в фикс прайсе. Очень хороший, хорошо, в принципе, очищает. Но, опять же, я говорю, мы использовали его для мытья полов. Силитбэнк, использовала я его для мытья душевой кабины. Мне тоже нравится, я как-то проворонила, не заказала сюда в запас. Я заказываю от Фаберлик специально для мытья, от налета, для мытья душевой кабины. В этот раз я вот почему-то проворонила, пришлось купить Силитбэнк. Мне оно очень нравится, очень хорошо моет душевую кабину. В общем-то, очень приличное средство. Из химии у нас еще, естественно, ушло средство для чистки окон компании Фаберлик. Но уже все прекрасно знают, что если я покупаю от компании, от этой, да, что-то, я сама ему пользуюсь. То есть я могу вам сказать, это хорошо или плохо, мне нравится или не нравится. Вот от компании Фаберлик мне нравится много что. Пользовались здесь, естественно, освежителем воздуха. В туалете у нас совмещенный туалет с ванной. Но опять же, те, кто видел мою видео про дачу, то они как раз могут это сказать, это увидеть. Так, давай, а, еще из химии, что у нас ушло, это, кстати говоря, мне больше нравится все-таки не аэрозольные, а именно жидкие, такие, знаете, жидкие вещи. Ушло средство для чистки. Ой, вы знаете, мы им, короче говоря, допользовались. В самые грязные такие, в общем-то, моменты. Использовали компания средства вот такое вот для чистки. У нас здесь стоит топаз, конечно, им часто не попользуешься. Наверное, за год на дачу ушло, потому что я сюда его привозила еще в том году. Пользовалось очень мало, буквально те места, где которые конкретно хотелось оттереть. Мне очень это средство нравится, поэтому покупаю и на дачу, и, в общем-то, домой. Еще ушло для мытья посуды мы используем, мыло от компании Фаберлик. Закончилось две, два флакончика. Но, знаете, когда есть горячая вода, и ты пользуешься, моешь сразу, в принципе, средства идет немного. Мне они тоже очень нравятся. Я покупаю достаточно часто. Очень эффективное средство. Давайте, наверное, теперь посмотрим, что ушло из мытья. Ну, так как, сами понимаете, в принципе, здесь, наверное, за 2 месяца на 4-х человек у нас не так много ушло химии. Вы представляете? То есть, получается и то, вот комит, и там многие вещи мы использовали именно для мытья полов. Приходили из магазина, там намывали, протирали ручки. Короче, в общем-то, я так понимаю, страдали ерундой, потому что все равно мы умудрились переболеть короной. И, к сожалению, вот это вот нам ничего не помогло. Как бы мы ни старались, ни мыли, ну, увы. Ладно, это я отвлеклась. Извините. Значит, следующее, что у нас, это шампуни. Ушло у меня 2. Вот такая шампунь 7 трав. И последнее, почему-то в компании Фаберлик они пропали. Биоарктик, один из моих любимых шампуней. Я уже давно не вижу его, чтобы его можно было заказать. Очень хороший шампунь. По крайней мере, нам подходит любой. Не имеет значения для тонких волос, для жирных волос. Не столь важно, очень хороший по качеству. Посмотрим, что у нас ушло из гели для душа компании Иван. Ну, это, в общем-то, приоритет. Мы всегда его любим, всегда покупаем. Нам он очень нравится. И, в общем-то, вот и цвет, и текстура, и аромат. Ну, в общем-то, можно сказать, фаворит в нашем доме по гелям для душа. Мы всегда их покупаем. Следующий у нас дострадали мы, можем сказать так. Это счастливые моменты. Лавандовый сон, гель для душа от компании Фаберлик. Нам никому не понравился ни аромат, ни текстуры, ни что, как бы, пенится много нас это на даче не очень. В общем, ничего нас это не устроило. Валялся он у нас, честно сказать, именно валялся с того года. Мы его так пытались, как-то вот приезжали, там смотрели, да, там надо его закончить. Но все время оставлялось. Наконец-то мы его, в общем-то, закончили. Выкинем пустую баночку, и, я так понимаю, больше мы заказывать его уже, конечно, не будем. Что мы, сами понимаете, делали регулярно на даче, это чистили зубы. У нас ушло очень много зубных паст, но 4 человека. Компания Фаберлик свежесть. Однозначный лидер. Мне он очень нравится, но и не только мне. Мои домашние все его очень любят. Опять же, я хочу сказать, очень удобно, что его можно поставить. Не надо для него никакой стаканчик. Он не валяется, аккуратненько стоит. В общем-то, плюсов очень много. А, еще самый большой у него плюс, хорошая всегда цена. Ну, не всегда, но часто бывает. Ушла экстра свежесть, сила минералов. И зубная паста от компании Фаберлик очень нам тоже нравится. И по текстуре, и по аромату, и там, как она чистит зубы. Многие, конечно, спорят, говорят, что нет. Но, знаете, на вкус и цвет товарища, как говорят, нет. Следующая зубная паста, которую мы домучили на даче. Получилось так, что у нас закончилось все от компании Фаберлик. Пошли в магазин. И почему-то здесь, в местном магазине, толком ничего не было. Пришлось купить вот эту зубную пасту. Была неплохая цена, там была она по акции. В общем-то, мы почитали. Вроде все хорошо. Решили попробовать с кокосиком. Была еще, что меня прельстило. Можно было поставить моя любимая крышечка. Ну, и пришли к выводу, что больше такую зубную пасту не купим. Очень плохая текстура. Плохо очищает зубы. Налет на них все равно остается. Запах после... Не убирает неприятный запах после... Вот знаете, как поочистил зубы. Аромат пасты. Здесь такого вообще нету. Чистить ей зубы просто неприятно. То есть я поняла, что это я тоже не куплю. Кремов у нас тут ушло не так много. Значит, у мужа закончился с сыном бальзам. Такой вот от компании Фаберлик. Им очень нравится. Я брала когда-то в свое время наборы. Там была и шампунь. В общем-то они пользуются. Это им нравится. Я покупаю. И, в общем-то, я так понимаю, буду дальше покупать. Ушло очень много крема для лица, для рук, для тела. Объясню почему. Потому что были посадочные работы. И земля, она очень хорошо сушит кожу. И пользовались все, и очень много. И представляете, у нас ушло 400 миллилитров практически за два месяца. То есть все впитывалось моментально в кожу. Но, естественно, компания Эйвен. Шикарная вещь. Очень удобно. Единственное, что, конечно, нам было неудобно, то, что вот мы пользовались руки. И, знаете, не всегда удобно было взять то количество, которое нам необходимо. Дальше закончился крем ночной. Наверное, из того, что кремов мы здесь пользовались, не так и много. Это крем мы привезли, ездили, когда в Белоруссию. Ну, у меня есть видео о белорусской косметике. Неплохой, кстати, крем по очень хорошей цене. То есть есть смысл, если вы поедете туда и есть возможность привезти. Можно сказать, почему бы и нет. Здесь тушь для ресниц. В общем-то, она не могу сказать, что позакончивалась. Она тут вот одна осталась. Тушь с того года. Мы просто ее, честно сказать, она высохла. Здесь просто удобная, очень-очень удобная. Мне нравится кисточка. Вот. Ну, понятное дело, мы, в общем-то, пользовались компанией Эвелин. Очень хорошая тушь. Все, знаете, как вот. Ну, на даче тут не часто красишься. Там чуть-чуть покапал. Там, знаете, где-то глазных капель добавил. Она опять там что-то красится. Ну, в общем-то, уже все. Опять же, она у нас, это туши у нас, мы их только допользовались. Они у нас были начатые. Мы их забрали из дома, понимая, что на даче мы просто допользуемся. Следующее, что такая вот тушь мебели. Сейчас я вам покажу кисточку. Тоже шикарнейшая. Просто дочка обожает. Я не люблю. Ну, тут как бы мне не подходит эта кисточка. Она очень довольна. Ей очень нравится. И от компании Фаберлик. Покупали ее тоже недорогую. Я всегда беру, в общем-то, для дачи. Потому что здесь иногда чуть-чуть надо. В принципе, не часто пользуешься косметикой. Достаточно для цены, для своей ценовой группы. Очень-очень хорошая по качеству. За два месяца на двоих мы истратили тональник. Опять же, честно сказать, он уже был начатый. Мы его еще дома начали. Его прихватили, так как он был очень... Ну, как бы уже был начатый. Решили, что едем. Вот прихватили с собой на дачу. Вот сейчас он у нас закончился. Закончился весь. Я еще его разбираю всегда. Видите, там, не знаю, видно или нет. В общем, практически ничего нет. Выскребаю еще ватной палочкой. Очень нам нравится. Хорошая текстура. Всегда заказываем. Это матовый. Бывает еще глянцевый. Подобрали туалетную воду. Что-то как-то много моего. Наверное, из-за того, что весна, хотелось каких-то ароматов от компании Фаберлик. Вот. Ну, в общем-то, тоже привезли из дома. Там было немного остатки. Сказать, что нам очень понравился, не могу. Наверное, из-за этого забрали. Потому что, знаете, тут вроде как бы на даче. Да, и сойдет. И так. В общем, честно сказать, вот то, что дома у нас как-то плохо шло из духов. Да, вот здесь у нас свежие ароматы. В общем-то, не могу сказать, что плохие. Но что-то они у нас дома залежались. И последнее вот то, что был, подарок. Это духи были от Reflane. Там еще чуть-чуть есть. Но вот они почему-то уже не брызгаются. Не могу сказать, почему. Вот такие вот духи. Видите, в принципе, не так много. Это за 2 месяца 4 человека. В основном химия. Конечно, косметикой. Сами видите, мы тут практически не пользуемся. Но и с другой стороны тоже неплохо. Кожа, у кожи есть возможность отдохнуть. Вот. И как бы есть возможность у кожи отдохнуть. И, кстати говоря, еще забыла показать последнее. Вот, наверное, граньер, это для очень сухой кожи. Вы знаете, это был подарок от подруги. И я была просто в восторге. Потому что для того, когда вот ты возишься с землей, у тебя все сухое, все кругом, руки сохнут. И постоянно, ну, мы тут все постоянно. Какой-то крем, видите, Эйвоновский крем, очень ушло. Аж 400 мл. И ушла целая вот для сухой кожи. Потому что без него нельзя было никак. Очень хорошая вещь. Если вот кто на даче, кто с землей связаны, и у кого сохнут руки, очень рекомендую. Приятный аромат. Никаких нету, аллергических ни у кого проявлений. Хорошо он впитывается, немного надо. В общем, вещь очень хорошая. Мне очень понравилось. Ну, на этом, наверное, все. Буду с вами прощаться. Вы были на канале Алена. До новых встреч!